33 обстрела зафиксировали на линии саптекосновения за прошедшие сутки на Донбассе. Ранены двое военных. Боевики прицельно выпустили более 30 снарядов и 120 мин различных калибров. Стреляли также из танка. О ситуации в районе Приазовье расскажет наш военкор Игорь Левенок. Это поселок Гранитное под Мариуполем. Руины промзоны. Результат ожесточенных боев в начале АТО. Тогда украинская армия вытеснила боевиков отсюда за реку Кальмиус. С того времени в Гранитном начала налаживаться мирная жизнь. Открылись магазины, заработала школа. Вражеские мины и снаряды лишь изредка беспокоили жителей. Но накануне ночью они снова столкнулись с ужасом войны. Вчера мы просидели в доме, потому что у меня ребенок трусился. Постоянно дядя бум-бум, ну-ну-ну, ей год и восемь. Наши армейцы говорят, вражеский танк по Гранитному отстрелял полный боекомплект. Разрушено здание местной фермы. Вот мы можем смотреть. Вот один снаряд прилетел. Расстояние четырех метров еще один. Вот за динамией здание находится в десяти метрах. Еще прилетело туда два-три снаряда. Кроме танка, по Гранитному отработала минометная батарея противника. По мирному поселку боевики выпустили до полусотни мин 120-го калибра. Обстрел начался под вечер, когда в школе собрались выпускники. И мне было такое впечатление, что специально, именно в этот час начался обстрел. Мы включили музыку, и был первый взрыв. Довелося зайти в школу. Детей было очень много. Были выпускники, были маленькие. Но, на счастье, все были с родителями. Целый час был обстрел. Наши солдаты констатируют, количество обстрелов увеличивается даже здесь, на относительно спокойном участке. Причину такой активности рядовые армейцы объясняют по-своему. То ли подводки, то ли очога. И начинают беспокоить. В основном, в ДСР, но последним часом минометы включаются в работу. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Игорь Щепят из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Игорь Левинок, Вадим Ревун.